Реа-Новости. Подкасты. Правда. Тело. Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда. Тело. Здравствуйте. Это подкаст «Правда. Тело», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, почему проблемы с весом стали вызовом для человечества, как и почему надо худеть, а когда этого делать категорически не нужно. Меня зовут Илья Переседов, я журналист, и вместе с Натальей Лосевой мы продолжаем вести эту увлекательную историю. Я Наталья Лосева, я сахарный наркоман. Здравствуй, Наталья. Как и все мы, я думаю. Ой, не знаю. И является ли зависимость от сахара такой же страшной, как наркомания? Нам сегодня расскажет Регина Ахуньянова, она же доктор Регина, терапевт, нефролог, диетолог, основатель школы здоровья. Регина-доктор и автор книги «Я не люблю сладкое». Регина, вы правда не любите сладкое, скажите. Здравствуйте. Это моя любимая тема. Сахар, да. Этот эпизод мы подготовили при поддержке московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России. Ну, все-таки, как же так? Как вам удалось слезть с зависимости от сладкого? Это дело привычки, во-первых. Во-вторых, это дело вкусовых рецепторов, про которые сегодня будем долго говорить. И дело адекватной замены. А вот давайте начнем с двух вещей. Все-таки, почему мы так любим сахар и что в нем плохого? Ну, вот что такое сахар? Это глюкоза. Глюкоза — это основное вещество, на котором работает наш организм. Клетки, энергия, АТФ, получается, отсюда. И мы вроде бы живем, двигаемся. И есть такое, слышали, наверное, мозгу нужен сахар. На самом деле мозгу нужна глюкоза. И глюкоза — это конечное вещество, которое любой продукт расщепляется до глюкозы. Глюкоза есть в гречке, всегда говорю. Глюкоза есть в овощах, во фруктах, в злаках. Очень много глюкозы. Я слышала, извините, может, сразу приведу пример, который меня всё время сразил просто, что один из самых сахара, содержащих среди всех фруктов и овощей, — это чеснок. Там тоже есть в том числе и глюкоза. Там очень много сахара. Но проблема в том, что сейчас есть такое понятие, да, пирамида питания. Это где определённое количество белков, жиров, углеводов разных и сложных и простых должно быть в нашем рационе. Сейчас пирамида питания перевернулась, и у нас огромное количество мы потребляем простых углеводов, сахаров. Это к чему приводит? К лишнему весу, холестерину, лишний вес, метаболический синдром, давление, опять-таки, увеличение сердечно-сосудистой смертности. Я не уловил перехода. Если вся еда расщепляется на глюкозу, и сахар — это глюкоза, то почему большое потребление сахара, то есть той же самой глюкозы, провоцирует нас на ожирение? Если мы будем потреблять глюкозу из медленных углеводов, мы толстеть не будем, а это та же самая глюкоза. Да, проблема в том, что именно очень много добавленного сейчас, скрытого сахара. Если бы мы ели просто как курагу высушенный персик на солнце, понимаете, это было бы одно количество углеводов и фруктозы. Если мы сейчас едим курагу высушенную на солнце, смоченную в глюкозном сиропе, это совершенно другое количество сахара. Если человек ест гречку на завтрак, это одно. Если человек ест овсянку на молоке с сахаром, это другое количество. Простите, ради бога, но вот я смотрел культовый фильм австралийского журналиста «Сахар», где он как раз выступает против кураги, потому что он говорит, товарищи, в высушенном абрикосе столько же калорий, сколько и в наполненном водой. Поэтому, когда вы съедаете просто абрикос, когда вы по весу съедаете столько же кураги, вы считаете, что съели 10 абрикосов. 10 абрикосов, совершенно верно. Поэтому на кураге вы очень быстро потолстеете, еще до всякого вымачиваете. Ну подождите, ребят, ну слушайте. Совершенно верно, но дело в количестве. Да, я хотела сказать, давайте мы будем тоже сейчас мешать употребление безмеры и вредные продукты. Потому что я, например, забегая вперед, хочу сказать, что я как сахарный наркоман как раз смогла существенно сократить, практически убрать из своего рациона конфеты и пирожные, потому что я заменила их на горький шоколад. И как раз на курагу или чернослив я стараюсь искать самые твердые, как, знаете, такая деревяшка, как щепки курагу, чтобы точно быть уверенной, что это вот без всяких добавок высушенная курага. И миндаль. Но я не ем же даже 10 этих вот курагин с чаем или сходом. Две-три штучки. Две-три штучки. И сама консистенция вот этой кураги, она как раз позволяет, если чуть-чуть её вымочить, она позволяет эту удовольствие растягивать. Но хочу об этом попозже рассказать про свой опыт. Я думаю, что доктор Регина будет интересно прокомментирует, как я слезала с сахара, вот договариваясь с собой. Но я сделаю это в конце эпизода, друзья. Слушайте, я вам расскажу, как я всё-таки эффективно слезла с сахара и ни в чём себе не отказываю. Теперь, с точки зрения удовольствия, мне интереснее сейчас, как это сделала доктор Регина и как она рекомендует своим пациентам. Вторая причина, да, то есть первое, мы поняли, что рацион у нас перевернулся и огромное количество в производстве добавленного сахара, потому что уже говорили, вкуснее, дешевле, быстро насыщают. Второе, это наши вкусовые рецепторы. Я очень, так знаете, по-простому говорю пациентам, что мы наркоманы по сахару, в кавычках, разумеется, да, с детства. Почему? Потому что большинство рецепторов, у нас есть вкусовые рецепторы в ротовой полости. Так вот, большинство из них, это именно, которые чувствуют сладкий вкус, отвечающий за сладкое. Они не только на языке находятся, на кончике языка, не только. Они находятся на глотке, на нёбе и даже по ходу пищевода. То есть наш организм заточен на то, чтобы максимально чувствовать сладкий вкус, да. И как некоторые там, многие не любят всё-таки горькие какие-то продукты, пресные продукты, кислые продукты. Меньше таких рецепторов. Конечно, вкусовые рецепторы ключевую тоже роль играют и в пристрастиях наших, да, и в выборе. Я прямо представила себе, знаете, такие щупальцы, такие инопланетяне, эти рецепторы, которые тянутся своими щупальцами и говорят, дай, 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 дай сладкий. Но это эволюционно сделано для того, чтобы ребёнок получил вот этот вот контакт, да, сложился. Импритинг, да, эффект, запечатление, когда мама прикладывает сразу после родов ребёнка к груди, и молозиво стоит из лактозы, огромное количество этого молочного сахара. И чтобы ребёнок хватил грудь и начал первые сосательные движения, чтобы выжить человечеству, да, для этого был кончик языка со рецепторами на сладкое. То есть сама природа, сама природа нас с первой минуты рождения подсаживает на зависимость от сахара. Так что же в этом плохого тогда, друзья мои, раз мы все выжили, раз мы выжили? Эволюционно так сложилось, да, что сейчас век промышленный, и дело в количестве и в качестве этого сахара. Если раньше мы пили грудное молоко, то сейчас в 6 месяцев детям предлагают каши в прикорм, которые с огромным количеством ванильного сахара уже идут. Да, и ребёнок к 2 годам у нас есть дети с ожирением, с диагнозом. Вот дело в этом. То же самое касается там заменителей грудного молока, которые часто небопоказанием пользуются. То есть дело в качестве и в количестве того сахара, который сейчас именно с темпами там технологического... Чем вреден сахар нам, взрослым людям? Как доктор, расскажите нам, пожалуйста. В первую очередь сахар, большое количество сахара мы говорим, да, то есть большое количество добавленного сахара – это лишние калории, которые не считаются... Вот ко мне пациент приходит, например, и он перечисляет всё, что он ест, и забывает напитки. И люди реально не понимают, что там стакан чая, да, там после плотного обеда – это просто... Сахаром. Сахарное, да, да, сладкого чая. И сахара нормально. Нормально, конечно. Это целая сахарная бомба, да, сделать так, чтобы весь этот обед упаковался, превратился в жир. Или сок, или газировка сладкая. Или сок, сладкие напитки любые, да, тот же самый, другие напитки, там, кофе с сахаром. Люди не учитывают многие сахара. Мама даёт ребёнку йогурт какой-нибудь детский, она не подозревает даже, что там, может быть, на эту баночку 4 ложки сахара добавлено, потому что сахар – это крутой консервант. Ага, да, знаете, мне очень нравится, в магазинах продаются йогурты, написано там «ноль жиров» или там «ноль один жир», а при этом в составе сахар состоит, и он по калорийности просто в полтора раза больше обычного там 5-процентного йогурта. Что лучше в жир добавили, да? Да, 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 это реально энергетическая бомба такая. И приводит к образованию лишнего веса, самое главное, да, то есть это лишние калории, все знают этот механизм уже, и фактор риска. Правда тела. Правда тела. У меня есть один вопрос, на который я вот честно не могу найти пока однозначного ответа. Все-таки психическая зависимость, вот прямо уже зависимость от сахара как от наркотика существует или нет? Вы знаете, долгое время не признавали это понятие, и мы сейчас не говорим конкретно про сахар, мы говорим про пищевую зависимость понятия. И все-таки это понятие нам, знаете, кто дали? Психотерапевты. И есть руководство по психическим расстройствам, международное руководство, да, то есть которое на сегодняшний день все-таки признает этот диагноз как диагноз, да. То есть не просто расстройство пищевого поведения, как анорексия и булимия, да, а именно есть такой, есть даже шкала зависимости пищевой, которая создана учеными Ельского университета. И мы первые вместе вот с ЭСТ-создательством, кто это на русский язык перевел и напечатали это в книге «Я не люблю сладкого меня». И есть опыт, да, и есть работы различных экспертов, профессоров, именно так же работают с зависимостью пищевой, как работают с игровой зависимостью, с никотиновой, с алкогольной, то есть методики схожи. Ну, алкогольную, никотиновую, героиновую зависимость снимают в том числе препаратами, а пищевую точно так же? Нет, пищевую зависимость не снимают препаратами, если только это сахароснижающий, ну, который уже не саму зависимость лечит. Это пока когнитивно-поведенческая терапия, то есть это, можно сказать, ну, это психотерапия, да, но причин много. Нужно разбираться, почему человек пришел к зависимости. Вот основная причина – 80% людей зависимы от еды, почему они просто недоедают в течение дня. Как это происходит? Они позавтракали, забыли, на обеде, что-нибудь там в офисе перекусили печеньку, пришли домой и наелись. То есть вообще, да, все, что было дома, съели и до ночи ходит человек ест, он просто добирает калорий. Ему не хватает питательных веществ, микроэлементов, у него неравномерное питание, и он просто таким образом добирает. Если ему сделать физиологичный рацион, исключить физический голод, который у нормального человека раз в 3-4 часа формируется, желудок пустой и желудочный сок выделяется, то эта проблема уходит. И люди, которые приходят к нам, снижение веса, лечение, они в первые 2 недели уже решают этот вопрос, когда появляется хороший, сытный, сбалансированный, полезный рацион. У них эта причина уходит. Сколько сахара можно в день потреблять? Вообще, сейчас рекомендация, опять-таки, это государственная программа, это высшая степень рекомендаций, научных данных, Всемирная организация здравоохранения нам рекомендует снизить количество добавленного сахара у взрослых до 10% от всего рациона. Как вычислить эти 10%? А детям до 5%. Но это нужно взять в ваш рацион, расписать, что конкретно, сколько грамм вы едите, и процентное, ну, как простой пропорции. Ну, можно использовать, есть куча приложений, которые сегодня позволяют вносить продукты, они сами считают, сколько там сахара. Да, и процентное соотношение вот этого сахара, добавленное, не должно быть более 10%. Процент от чего? От чего? От белков жиров? От всего рациона, да, от всех калорий, от всех калорий, от всего баланса рационов, да, не более 10%. А если спросите, а сколько сейчас, а почему такая рекомендация, а сейчас подсчитали 25%. Хорошо, в пироженном сколько процентов содержится в одном пироженном для среднего человека процентов сахара? Ну, просто, чтобы мы немножко смогли с нашими слушателями визуализировать. 70-80%. То есть одно пирожное, это уже три четверти... Конечно, это огромное количество сахара. А если запил колой, а если запил стакан колой, то... Или сладкими напитками, это вы получили... 300%. Трёхдневную норму, да, трёхдневную норму. Слушайте, ну что нам говорить про пирожные из магазина? Я был шокирован. Вот самое, казалось бы, простое, ну, как бы десертное блюдо домашнее, которое маму любят готовить, шарлотка. Какой рецепт шарлотки, Наташа? Ну, стакан сахара, стакан... Стакан сахара. То есть стакан муки, 50% бахается. Ещё раз, ты берёшь шарлотку, это такое лёгкое... Лёгкое, конечно. И два яблока, и два яблока. Половина там сахара, вы можете представить? А ты же себе говори... Тут же просто яблочки, ну что такого? Да, вот поэтому я... Это же домашнее, это же натуральное. Да, да. Это же бабушка пекла, вот поэтому я и говорю. 50 стакан сахара! Уберите количество. Можно есть шарлотку, можно есть пирожные, там, сырники. Вы просто снизьте количество. Вы не стакан положите в рацион, да, а две ложечки столовые положите сахара. Это будет небо... И лучше возьмите нерафинированный. Ещё раз, интересно, вот отрезать кусок батона и посыпать, как вот в голодные 90-е дело, посыпать сверху сахарочку, это будет гораздо полезнее, чем как бы кусок шарлотки, вы представляете? У меня вопрос всё-таки теперь про фруктозу, да? То есть вот очень часто мы слышим, окей, пирожные вредно, там это вредно, газировке вредно, ешьте натуральное, значит, ешьте фрукты. И пошло бананы. Что там ещё у нас люди? От фреш-апельсиновой полезно. Фреш-апельсиновый, ну и так далее. А что не так с фрешем-апельсиновым? Фруктоза сейчас тоже в государственной программе, только она более серьёзно называется неалкогольная жировая болезнь печени. Это сейчас тоже причина смертности номер один трудоспособного населения. Из-за фруктозы? Да, и там два фактора риска сейчас, которых доказано, с которыми уже начата борьба. Это алкоголь, все знают, для печени вредно. А второе – это фруктоза. Это жировой гепатоз, слышали, наверное, да? Конечно, жировой гепатоз мы знаем, да. Вот это и называется неалкогольная жировая болезнь печени. Клетки печени замещаются жиром и перестают функционировать как клетки печени. Подождите, а фруктоза что имеется в виду? То есть человек ел фрукты, ел овощи, и у него возник вот этот вот гепатит? На гепатоз, да. На самом деле нет. На самом деле это не касается трёх порций фруктов в день, про которые говорит ВОЗ, и которые нужно есть. А это касается продуктов с огромным содержанием фруктозы. Каких? Это стакан апельсинового сока, сахара, как в стакане кока-колы. То есть разницы нет. Это пять апельсинов, то же самое. Ну, представляете, пять апельсинов в день съесть, да? Человек будет очень круто набирать вес, конкретно приводя к жировому гепатозу. Второе – фруктоза – это самый крутой и дешёвый сахар для производства. Представьте ситуацию, кондитеры поймут меня. Если вы добавляете обычный даже свекловичный сахар в какой-то тортик или в крем, что надо? Чтобы он растворился сначала, да? Вот растирайте сахар с яйцами, да? Он долго растворяется. Не факт, что поднимется. Фруктоза мгновенно растворяется. Это крутая консистенция. Это технологически выгодно. Если одна ложка фруктозы чайная, это как пять ложек сахара свекловичного. Это дешевле. Фруктоза получает разный. Есть виноградный сахар, да? То есть есть синтезированные различия. Ну, как бы какой-то растительный компонент, типа высушивает-высушивает этот виноград, и вот очень много количества этой фруктозы получается. Ну, и есть производство конкретно фруктозы, как синтетический сахар. Слушайте, я всегда считала, что фруктоза с точки зрения диетологии гораздо более полезна, чем просто сахар. Ну, и все так считали. Все так считали. Подождите, мы в супермаркетах подходим. Знаете, сейчас в больших супермаркетах есть прилавки, где полезно, там, здоровое питание, да? Батончик на фруктозе, там, печенье на фруктозе. Это позиционируется как единическое питание. Хуже даже еще, потому что огромное количество. Я же говорю, фруктоза слаще сахара, слаще обычного сахара, там, глюкозного. А еще самое, как бы, что сейчас, с чем опять борются, это в кондитерских изделиях смесь сахара. Там и глюкоза добавляют, и фруктоза. И благодаря этому получают невероятные там... Пышные, да. Вкусовые свойства, пышные. И есть такое понятие в производственном процессе, называется, наверное, слышали, точка блаженства. Это создают, например, какую-нибудь печеньку, шоколадку и обязательно измеряют показатель точки блаженства у этого продукта. Тестируют на людях, естественно. Когда человек это ест, делают электроэнцефалограмму, и как у него активность, удовольствие. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Знаете, да? Да, конечно. Наивысшая точка блаженства. Я же сладкий наркоман. Я прекрасно знаю, о чем вы говорите. Да, но, то есть, я, например, слышал, что там за последние 40 лет Кока-кола стала слаще в три раза. Да, да. То есть, если бы мы в машине времени переездились бы на несколько десятилетий назад, мы бы вкус этого напитка не узнали. Потому что просто там каждые 5 лет туда бахают больше, больше, больше сахара. Это потому, что нам нужно все больше, больше и больше. То есть, наша жадность к сахару увеличивается. Точно так же, как вот в фастфудах, та порция, которая сегодня продается как детская, 20 лет назад она была стандартной. То есть, 20 лет назад люди, приезжая вот в этот фастфуд, они покупали этот под видом обеда для взрослого человека именно вот это. И был еще в меню большой обед, который в два раза. Сегодня большой обед стал нормальным, нормальный обед стал детским, а уже как бы большой обед стал, вот так как его 20 лет назад просто не было. Это при том, что физическая активность городского населения уменьшается с каждым годом. Но вот по поводу сахара я бы хотел подчеркнуть, потому что, действительно, мне кажется, мы сказали очень важную вещь, потому что я вижу в фитнес-клубах людей, которые приходят на тренировку, тренировку, причем они половину этой тренировки пялятся в телефон, общаются с тренером. Потом они делают... Фотографируются. Фотографируются, делают какие-то упражнения, после чего выходят в холл своего спортивного зала. И что они покупают? Они покупают апельсиновый фреш и, например, спортивный энергетический батончик. Смысл, который вообще-то создавался для тяжелоатлетов, и смысл которого, что в нем калорийности в полтора-два раза больше, чем в обычной шоколадке или нет. Потом они их съедают и говорят, «Хм, у меня вес нити не проходит, даже растет. Наверное, у меня плохой тренер». «Я на здоровом питании». «Наверное, у меня какая-то эндокринная система неправильная». «Да, гормональный дисбаланс». «Да, пойду я сдам кровь на тест». «И пить горы БАДов». «Да-да-да». Это вообще, кстати, знаете, что это тема отдельного разговора, но вот эта вот история, что «перестаньте меня харасить, так сказать, и депривировать, потому что я толстый, не потому что я что-то не так понимаю про свое питание, а у меня какие-то эндокринные нарушения. При этом человек к врачу не идет, но очень удобно списывать на эндокринные нарушения. Правильно, доктор Регина? Специально сейчас доктора спрашиваю. Вы сталкивались с такими ситуациями? Ну, вы сейчас, наверное, знаете, что это такие темы немножко бодипозитива, да, вот этого, которые заходят иногда в рамки. Мы, как врачи, конечно, про факторы риска говорим. И есть факторы риска сердечно-сосудистой смертности в ближайшие 10 лет, которые рассчитываются и зависят от веса. Но к вопросу пищевой зависимости, вы знаете, что невозможно работать с человеком по методике любой зависимости, пока не сделать первый шаг. Вот даже программу «12 шагов», если видели, да, там алкогольно. Первый шаг какой — это признание проблем, попросить помощи. И пока человек не признает, да, что он будет списывать на гормоны, он будет там обвинять тайм-менеджмент свой какой-то, что у него... Родители еще очень модно расслабили. Да, 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 да. Вот, то, конечно, невозможно с ним будет поработать. А когда человек признает, скажет, слушайте, ну да, есть такая проблема, я переедаю, и мне нужна помощь. И с таким человеком можно работать, и результат будет быстрее. Правда тела. Правда тела. Правда тела. Можно спросить про сахарозаменители, да, потому что я сталкивался с тем, что многие даже врачи рекомендуют людям зависимым, имеющим устойчивую привычку к сахару, употреблять сахарозаменители и употреблять даже напитки, у которых написано вот там зеро, ноль сахара. Точно, точно, точно. На самом деле, наверняка все знают, что сахарозаменители придуманы как бы, чтобы решить правильно этот вопрос, проблему, да, чтобы типа похудеть. Но вот самое недавнее исследование, такое большое было в 19-м году, я тоже в своей книге о нем писала, о том, что реально сахарозаменители используют не приводило к снижению веса. То есть то, для чего они придуманы, да, по сравнению там с группой, кто ел сахар, не там, не там, не было результатов. Почему? Потому что сахарозаменители не меняют пищевого поведения. Вот человек ел кашу с сахаром, пил чай с сахаром, имел лишний вес, и такой думает, о, есть же волшебная таблетка, там, сахарозаменитель, особенно там натуральный сахарозаменитель. Теперь-ка я буду есть кашу с сахарозаменителем, она тоже сладкая, да, чай с сахарозаменителем. Что происходит? Он как любил сладкое, так и любит сладкое, это его необходимость. А второе, это у нас инсулин выделяется не только на глюкозу, содержащую, да, то есть там в сахаре, а на вкус. При встрече вкусовых рецепторов, да, у нас все гормоны, кстати, контролируют головной мозг, гипоталамические, гипофизарные, да, отношения. И когда мозг чувствует, что пришёл сладкий вкус, пусть даже там ноль калорий, мозг всё равно приводит к выработке инсулина. У нас, то есть мы же не едим просто куски сахарозаменителя, мы же с чем-то это едим. С кашей, углеводами, с выпечкой, потому что полно углеводов, то есть запосталая выработка. Происходит инсулина, и это тоже приводит к лишнему весу, гипотозе, всем проблемам. Ой, друзья, бойтесь сахарозаменителей, да, мы говорим, что с огромной осторожностью. Ну мы, да, я против сахарозаменителей, потому что это ничего, проблему не решает. Как он любил, и нужно ему было, его трясло от вида, да, сахара, и нужна была, так он и это всё и ест, и ничего не полезнее. Но мы опять-таки можете добавлять нормальный сахар, да, обычный, просто минимизировать его количество в рационе за здоровое пищевое поведение. И не забывайте, что раньше существовало ещё больше сахарозаменителей, особенно синтетических, и многие сняли, запретили, потому что отдалённые последствия, онкологические заболевания, там, аллергические заболевания, то есть это добавки. Это не натуральные продукты. По поводу натуральных заменителей, типа, там, например, стевия, да, мы недолго её используют и не знают ещё, какой ещё эффект на организм даёт. И поэтому ещё отдалённых не появилось результатов, поэтому я за тот сахар, который мы едим годами, веками, просто за снижение его количества. Окей, понятно, что сахарозаменители это не панацея, тогда давайте поймём, а какие же первые шаги, чтобы избавиться от сахарной зависимости? Вот, Наталья, вот ты уже этого достигла, поделись с нами своим опытом, пожалуйста. Ну, смотри, я абсолютно, вот не легло сейчас на сердце, то, что говорит Регина, потому что я интуитивно просто не хотела переходить на сахарозаменители. Ну, то есть что-то, вот, понимаешь, мне не сразу это представлялось каким-то таким сублимированием, понимала, что это не решение проблемы, это полумера. И действительно, я понимала, что у меня не физиологическая, а психологическая зависимость от сладкого. Я очень любила конфеты, даже не столько пирожные, насколько знаете, вот разные такие десерты. И сама их делала, и покупала дорогие конфеточки, знаете, изысканные. Вот как раз, когда вы говорите про эту точку блаженства, я прекрасно понимаю, что это такое. Да, у меня есть подружка, которая делает домашние конфеты, и это каждая конфета, когда она вот, знаете, вот эти алмазные молоточки, она растворяется, и ты и гортанью, и умом, и кожей чувствуешь этот потрясающий вкус. Я поняла, что вот в этом моя проблема. Значит, что я поняла? Поняла одну простую вещь, что вот это удовольствие, вот это наслаждение от сладкого, во-первых, я не хочу себя этого лишать. Нет, окажется, в меру все хорошо. Во-вторых, я поняла, что вот моему мозгу на самом деле все равно, съем я плитку шоколада, или там 10 конфет, как я умела и практиковала, или я буду с чашкой очень хорошего кофе, и с одной долькой дорогого, горького шоколада, 95-процентного, в котором достаточно сахара, на самом деле, как выясняется, и который, если есть не плитками, а по одной дольке, он стоит дешевле, чем плитки дешевого шоколада, ну, с точки зрения ежедневного потребления. Я поняла, что испытываю то же самое удовольствие. И вот сейчас я беру вот эту плитку, вот этот квадратик шоколада, я откусываю, кладу на язык, у меня хороший кофе, да, и у меня вот, у меня специально есть 15 минут довольно плотного утра, у меня есть 15 минут на кофе вот с этой маленькой шоколадочкой. Это первое. Как я решила вопрос шоколада? Второе, вот я уже рассказывала в другом нашем эпизоде, что я поняла, что две кураги хороших, качественных, невыбученных в сиропе и четыре миндальных орешка, это потрясающий десерт, который можно... Полезно. Да, и это можно есть долго и с удовольствием. Ну, а третье, мы тоже с Ильей очень часто об этом говорим в нашем подкасте между собой, что когда ты переходишь к вот этому разумному питанию, где нет вот этих экстримов американских горок вкусов, от соленого к сладкому и так далее, ты вдруг обнаруживаешь, что огромное количество продуктов естественных, обычных, да, как там болгарский перец или там какая-нибудь сушеная клюква в мюсли. Потрясающе сладкие, потрясающе вкусные, да. Вот так вот, понимаете, то есть я для себя решила, что я не заменяю одно сладкое на псевдо-сладкое, дающее мне тоже остроту ощущения, а я как бы возвращаюсь вот к себе, где я деликатна и естественно чувствую вкус и он оказался просто бомбический, просто, друзья мои, попробуйте, только потерпите три недели, попробуйте, вы через три недели обнаружите, как вкусно, то... А почему три недели, знают они? Потому что рецепторы вкусовые 28-32 дня обновления, да, то есть происходит. То есть они просто перераскиваются, физиологически, да, совершенно верно, да, ну как у нас же все регенерирует, у нас кожа и покрова. То есть те рецепторы, которые привыкли есть вот какую-то еду, которую вы пичкали, они просто умирают и их место занимает новое, так? Ну проще так как бы. Селегенные, деликатные, здоровые, ваши помощники, потому что вот те плохие, которые говорят, ешь сгущенку банку, ешь четыре мороженых, у меня такие были, вот те отвратительные, это ваши враги, понимаете, это вот вас захватили, враги, и они вас заставляли жрать сахар, а вместо них придут свеженькие ваши друзья. Я как латентный едоголик вот правильно слушаю нашу программу «Время записи», и у меня наступит банк о сгущенке, банк о сгущенке. На 25-м кадре отпечатывалось только банк о сгущенке. Дайте мне ее. Ну что ж, подводим тогда итог? Главный итог, Илья, чтобы наши слушатели поняли, что и ты, и я, и даже доктор Регина такие же обычные люди. Мы никакие не сверхчеловеки, которые сказали себе «Сегодня я не ем сладкого». Конечно, нам было тяжело от этого отказаться. Конечно, нам пришлось поработать с этим. Но пройдите наш путь, он очень короткий, всего месяц. Мы за здоровое пищевое поведение, то есть мы говорим о том, что не сахар, это яд, мы так не говорим. Мы говорим о том, что окей, просто чуть снисти количество. Да, вот если пару слов сказать о моем опыте, то да, я не пытался отказаться от сладкого, ну, то есть как бы от наличия вкуса сладкого в моем рационе. Я действительно, исходя, вот признав у меня проблему, я стал, знаете, все, что не запрещено, то разрешено. То есть стал искать как бы разрешенное в рамках того лечебного курса, который я себе обозначил. Для меня это были, например, какие-нибудь мандарины. То есть я мог съесть два мандарины за день, вот я бы открыл болгарский перец для себя. То есть сладость присутствует, но действительно через там какое-то три-четыре там недели, может быть, чуть больше, ты начинаешь ощущать, находить ее там, где раньше не замечал. Ну что ж, это был подкаст «Правда тела». У нас в гостях была очаровательная доктор Регина, терапевт, нефролог, диетолог, основатель школы здоровья Регина Доктор, автор книги «Я не люблю сладкое». Пишите нам свои вопросы, делитесь своими историями, пытались ли вы отказаться от сладкого, получалось ли у вас и что вы делаете, когда срываетесь. А доктор Регина обещала к нам еще прийти, друзья, поэтому пишите ваши вопросы и мы обязательно еще встретимся. Мы ждем ваши истории на почте подкастсобакариан.ру или в директ нашего инстаграма ре, нижнее подчеркивание, подкастс. Ну и, конечно, все эти вопросы, ну не все, а лучшие заметные из них мы озвучим в нашем эфире. Пока! Правда тела Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями. Правда тела Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова